Банк Москвы. Он входит в пятерку крупнейших кредитных организаций России. Наверное, поэтому договориться о встрече с руководством банка – это все равно, что взять с боем неприступную крепость. Но, как говорится, такова Москва. Управляющий директор блока «Розничный бизнес» Алла Цитович любезно встречается с аудиторией портала банки.ру. Добрый день, Алла Вадимовна. Добрый день, Елена. Спасибо большое, что вы нашли время для встречи с нами. Скажите, уникальное здание. Я вот попала сегодня в штаб-квартиру Банка Москвы и была просто удивлена. Вам известна история этого здания? Да, мы очень гордимся этим зданием. Это всегда было банковское здание. Этому дому больше 110 лет. И всегда здесь полагались банки. До 1917 года Московский Международный торговый банк, после 1917 года Центральная сберкасса. Вот это да. Ну и с 1994 года 14 лет, больше 14 лет Банк Москвы. Скажите, пожалуйста, вы заходите на портал банки.ру и какие разделы вам особенно интересны, как вот руководителю такого крупного блока, одного из влиятельнейших банков страны? Лена, я открою вам маленький секрет. Портал банки.ру второй, на который я рано утром захожу, когда просматриваю, что происходит в мире. Естественно, смотрю новости, тут же просматриваю все ваши интервью с первыми лицами. А дальше я смотрю рейтинги. Народный рейтинг банков и народный рейтинг работодателей. Как отзываются наши клиенты о нас. Это служебный рейтинг, наверное, вы имеете в виду. Да. И как отзываются наши сотрудники о нас. И радует то, что на самом деле те банки, которые наиболее популярны, у которых больше всего клиентов, о них больше всего отзывов. И, собственно, очевидно, почему достаточно большое количество разных отзывов, в том числе негативных. Очень жалко, что те, кому мы нравимся, редко пишут. А чаще пишут, наверное, те, у кого что-то слегка не устроило в работе банков, не только наших. Посмотрите на рейтинг. Там в подвале достаточно много серьезных, надежных, клиентоориентированных банков. Наверное, вот такова специфика отзывов клиентов. Но вы же не обижаетесь, вы же понимаете, что это зеркало. И мы, как владельцы портала, не в состоянии его видоизменить. Конечно, мы это все понимаем. Это для нас очень ценный источник данных о качестве обслуживания. И очень во многом нам помогает исправлять те недостатки, которые могут где-то случаться. В январе этого года вкладчики принесли в Банк Москвы более 6,5 миллиарда рублей. В феврале 4,5 миллиарда. Означает ли это, что пик кризиса недоверия у населения в банковской структуре остался позади? Он давно остался позади. Действительно, где-то в октябре прошлого года был некоторый отток средств из банков. В основном, скорее, из-за того, что люди не доверяли рублю и пытались перекладывать эти средства в валютные сбережения. Со всем краешком эта ситуация коснулась нас. Мы ее очень быстро поняли и очень быстро помогли нашим вкладчикам. Потому что действительно они в основном приходили, снимая часть своих рублевых средств, пытаясь переложить их в валютные депозиты. Мы им такую возможность сначала предложили. Потом с каждым работали индивидуально. Каждому объяснили, что, наверное, все-таки деньги имеет смысл хранить в хорошем, надежном банке одном из пяти крупнейших банков России, который еще и готов пойти навстречу, предложить интересные условия и по валютным вкладам. И таким образом, практически нас этот осенний отток не коснулся. Мы уже к концу 2008 года увеличили свой портфель еще на 16,5 миллиардов рублей. Алла Вадимовна, насколько мне известно, у вас сравнительно небольшая процентная ставка по рублевым депозитам. Порядка 12% годовых. Правильно, да? На рынке сейчас есть 15, 17, у некоторых уже даже банков 20%. Вы собираетесь как-то менять свою вот эту политику? Ну, если вы внимательно посмотрите на условия банков, то для, скажем так, нормального среднего вклада с условием пополнения и изъятия, 12% — это средняя ставка, которая есть даже у самых, ну, скажем так, демпингующих, если так можно сказать, банков на рынке. А когда мы говорим о ставке 15, 18, 20 — это специальные условия на длинные сроки, на вклады, где невозможно снять деньги, не потеряв проценты до окончания срока вклада. Поэтому для тех людей, у которых есть сейчас свободные средства, которым не нужно будет их использовать в течение одного, двух, трех лет, наверное, это хороший выход. И у нас, собственно говоря, тоже такие продукты есть. И у нас есть вклад, где процентная ставка достигает 14%. Это день рождения банка. Нам в этом году 14 лет. И вот такой подарок для своих клиентов. Это на сколько лет надо положить тогда деньги? На полтора года. Ой, ну это небольшой срок сравнительно. Ну, в принципе, да. То есть вклад, который пользуется очень большой популярностью, когда мы его только внедрили, два месяца назад примерно половина новых вкладов открывалась именно вот вклад в день рождения банка. И вообще мы стараемся сделать так, чтобы наши клиенты не рассматривали банк как банк, который держит их вклады или дает им кредиты. Мы такой домашний банк для каждого клиента, который дает весь спектр услуг. То есть один раз, придя к нам, клиент получает все, что ему, в принципе, от банка нужно. И вот это главная задача, которую мы опять с собой ставим. Сколько сегодня у вас вкладчиков? Вкладчиков у нас... Или клиентов, давайте скажем. Ну, клиентов у нас больше 10 миллионов. По всей территории Российской Федерации? По всей территории Российской Федерации. А сколько отделений? Отделений 395. Такая четкость. 395 это опять же по России и в Москве, как вы представлены? В Москве у нас около 140. А как в связи с финансовым кризисом будет меняться политика? Вот именно будете собирать, если вы открываете новые отделения? Или сейчас все временно заморожено? У нас есть планы по открытию новых отделений. Порядка 30 разных форматов отделений по России мы собираемся открывать. Но четко просчитали для себя, что той сети, которая у нас есть сейчас, она достаточно большая. Нам хватит для того, чтобы обслуживать клиентов в этом году и определенный запас иметь на следующий год. И дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация. Алла Вадимовна, с учетом, что вы сказали, что у вас такие домашние доверительные отношения со своими клиентами, а что в сфере кредитования? Если вы знаете давно человека, который держит свои сбережения в Банке Москвы, сейчас, в этот непростой момент, вы дадите ему кредит? Действительно, в последние полгода серьезно ужесточились правила для заемщиков банков, но мы, как социально ответственный банк, по-прежнему кредитуем. Мы кредитовали в прошлом году, кредитуем в этом году. Самый популярный продукт у нас сейчас быстрый кредит, ну или экспресс-кредит, как его называют банкиры. Сколько он быстрый? Один-два дня. А суммы и на что люди берут? Вы знаете, перехватиться до зарплаты. То есть мы заметили, что действительно такие серьезные покупки, наверное, большая часть наших клиентов откладывает на потом. Либо предпочитает копить на них. То есть есть определенный, не то чтобы страх перед кредитованием, но вот сдержанность, скажем так. То есть той эйфории, которая была в предыдущие несколько лет, наверное, сейчас ее уже нет. Люди трезво рассчитывают свои силы. И тем не менее, по-прежнему и кредиты на неотложные нужды берут на крупные покупки. Но действительно, тот рост объема вкладов, который мы видим, говорит нам о том, что люди стараются копить. И то, что вклад, который позволяет это копить, престиж у нас самый популярный. Ну и, естественно, мы же каждый день разговариваем с нашими клиентами. Если вы зайдете в отделение, то вы увидите, что у нас есть такой, ну, канцелярским языком называемый начальник оперзала. На самом деле это хозяин или хозяйка операционного зала. Любой человек, который входит в отделение, он его обязательно встречает и спрашивает, зачем этот человек пришел. А то есть у вас не машинка, куда надо указать, а у вас живой человек встречает. У нас есть электронная очередь в некоторых отделе. Но обязательно этот хозяин или хозяйка оперзала подойдет и спросит у любого нашего клиента, что сегодня он ожидает от Банка Москвы, чем мы можем вам помочь. И, собственно, поэтому, наверное, у нас объемы продаж одни из самых высоких. И депозитных продуктов, и кредитных продуктов были. То есть вы считаете, пресловутый человеческий фактор, но здесь он играет только в плюс. Вот это живое общение с клиентом. На 100%. Только поэтому мы и успешны, что настолько по-человечески относимся к своим клиентам. Любимое занятие управленцев этого банка, многих, это незаметно для персонала приехать в отделение и что-нибудь поспрашивать. Ну вот я первые полтора года работала в Банке Москвы, делала это регулярно. Увы, меня теперь узнают. Даже при том, что я в выходные езжу по отделениям, совсем не такая, как вы меня видите сейчас, пытаясь замаскироваться с обычного обывателя, но, к сожалению, и не накрашенные в курточке меня тоже узнают. То есть вы работаете в поле, есть такое выражение? Есть, конечно. А как без этого? Я и клиентов спрашиваю в отделениях, что им нравится, что не нравится. Очень часто около банкоматов помогаю клиентам, какую кнопочку нажать, под какой кнопочкой коммунальные платежи, как заплатить за свет, как платить единый платежный документ, как за телефон заплатить. Потому что у банкоматов же огромное количество функций, которые наши клиенты не всегда знают, и приходится иногда им помогать. Скажите, что у вас с просрочкой по кредитам? Ну, мы здесь гордимся тем, что у нас одна из самых низких просрочек на рынке, и она у нас не очень сильно выросла за прошедший год, с 0,8 до 1% по итогам 2008 года, и растет не теми темпами, как у наших конкурентов. Это следствие нашей консервативной кредитной политики. Мы всегда этим славились, это наш основной двигатель развития розничного бизнеса. То есть мы очень избирательно только самых надежных и проверенных заемщиков отбирали. И вот в кризисные времена это очень хорошо сказывается. На одном из интернет-ресурсов в вашей анкете я прочитала. Мечта – стать крупным руководителем. Мечта осуществилась или еще пока нет? Вы знаете, это перманентная мечта. Я не могу сказать, что я достигла всего, что я хотела в этом банке, поскольку перспективы здесь совершенно грандиозные, и тут можно многие годы и десятилетия работать, и всегда есть очень много куда двигаться дальше. Алла Сатоевич представляла Банк Москвы в рамках телевизионного формата «Первые лица». Спасибо за внимание. Встречаемся в сети.